С вами опять Илья и сегодня я немножко хочу поменять тематику. У меня не будет сегодня автомобильной магнитолы, машины какой-то на тест-драйве старой. Сегодня будет очередная естественная капсула времени. Это ни разу не использованная. А что, ну сейчас я вам буду показывать. Я думаю, вам тоже это очень понравится. Интересная вещь. Всеми желанная, я думаю, в определенное время. Потому что, ну, когда я первый раз открыл эту коробочку, так как я люблю фотографировать, мне она очень понравилась. Давайте перейдем к осмотру. Итак, сегодня у нас на осмотре будет фоторужье. Марка его FS12. Зенит. Вот, наверное, номер. Ружье ни разу не эксплуатировалось, так как, в принципе, основная цель моя, это покупать те вещи, которые открывались хотя бы, да, там, но не эксплуатировались. Вот, по ремешку даже видно, потому что у многих, что я пересмотрел, уже ремешок, он как растянутый. Здесь все идеально. С этой стороны никаких потертостей нету. Так что, все супер-класс. Вот, ну и давайте перейдем к вскрытию этого чудесного чемоданчика. Вот так вот открывается наше оборудование. И при открытии, что мы видим? Обратите внимание, что должно быть в полном комплекте. Это линза одна. Вот. Еще одно стекло. Не знаю, для чего оно, как бы, не читал я, если кому интересно, в принципе, вот, FS12 Zenit. И Википедия всем подскажет, что, как и о чем. Я просто проверяю самое основное. Это чтобы было новое и было в полном комплекте. Так. Давайте попробуем достать. Начнем с чего-нибудь. Все так. Запах такой, кстати, еще свежести. Вот видите, первое, с чем я столкнулся, я даже не могу вот, открутить. Это стекло. вот такое вот, вот с такими вот показателями, цифрами. И прикручивается она на резьбу. Видите, как сделана резьба и вкручивается. Я думаю, много есть видеообзоры, как использовать эти ружья. Не боюсь этого слова. Почему я говорю фото, ну, именно ружье, потому что, на самом деле, когда я его первый раз открыл, вот, потом уберу и попробовал им фотографировать не без пленки, просто его прислонил, то на самом деле такое ощущение, что именно как пистолет, как ружье. Так, дальше у нас объектив. Наверное, я не буду откручивать, потому что он настолько прилип уже. Вот такой вот объектив идет в комплекте. Пыльно все, ну, ничего. А вот это что у нас? Что ж так все туго? Это, наверное, ну, крышечка закрывать объектив с той стороны, мне так кажется. Крышечка, две отверточки, такие вот маленькие отверточки. Потом здесь у нас ну, это пленка, скорее всего, да, цена 35 копеек. Это уже, как бы, профессионалы, я думаю, там подскажут или кому, опять же, интересно, почитаете. Вот здесь что-то спрятано. Что именно, не знаю. Но комплект был вот такой вот. Дальше давайте посмотрим. Дальше давайте сейчас глоточек кофе надо сделать. Посмотрим, что у нас здесь в документах указано. Комплект фотографический FS12. Так, здесь у нас инструкция, а я хочу найти и показать год. Это, наверное, уже будет чуть дальше. Все четко, ясно, красиво сделано, аккуратно, очень, очень качественно. Мне это нравится. Мне это просто нравится. Так, с этой стороны ничего нету, да? Вот здесь где-то я видел печать. Так, вот какая-то печать стоит. Свердловская база. Товаровед. Больше там ничего не написано. То же самое. То же самое. Вот, есть. Нашли. Свидетельство о приемке. Классная вещь. Фотокомплект 86-0 там 22-18 с фотокамерой Zenith 12S. Номер такой-то и объектив Tair 3S. Так, Helio 44 M4 86 это какие-то номера. И вот поехали по печатям. Вот одна печать. Вот вторая. Третья. Дата продажи. Дата продажи 16-е 0-1 ТЫРЫХ-ТЫРЫХ-ТЫХ-ТЫХ-ТЫХ. Дальше я не пойму. Так, дата выпуска. Десятая, так, третий месяц 86-го года. А дата продажи 87-й год. Все отлично. Практически сколько мне там было? Пять лет, да, как я родился. И уже вот такие вот чудесные ружья были. Это просто. Это просто супер. Ну, давайте теперь достанем само ружье. Видите, какой кожаный ремень высокого качества. Реально качественная вещь. и здесь нам придется, чтобы его достать, открутить вот такую вот хуйнюшку. Так, есть. Открутили. Открутили. И секундочку. Извиняюсь за качество. Стромки не очень хорошие, но что есть, то есть. вот. Ну и вот этот красавец. Я в следующий раз сравню его с современной техникой. Тоже фоторужье. Ну, так уже скажем, фоторужье. Только импортное там, кэноновское. Тоже с большими объективами. Ну, класс. Берешь в руку и просто супер. Это металл. Это приятно. Здесь резина. Вижу. такая толстая. Наверное, как пыльники на шрузах автомобильных. Причем, наверное, по толщине она точно такая же, может, даже еще и потолще, да? Как гармошка какая-то. Так, вот такая вот дырка. Блин. Ну, и посмотрим вот. сейчас я возьму в руки его как следует камеру. Вот Zenith 12S. Вон, тут все новенькое, все красивенькое. Класс. Приятно держать такие вещи на самом деле в руке, что их никто еще не трогал, не использовал. так, наверное, я сделаю это вот так. Секундочку. Вот так поставлю и продолжу. Вот, видим, фото ружье до я достал и достаем теперь как тут интересно. Приклад. Ладно, уже достану. Вот такой вот прикладик. Видно, да? тоже металл, пластик. И достаем фото ружье. Тут тоже такая вот крутилочка. Фото ружье, бля, сам этот пистолет. Ну, чем, да, вот все металлическое. Реально пистолет. Фото снайпер 12. Видно, да? И теперь сделаем небольшой монтаж. Так, как у нас это все и куда оно все становится. Что-то я сильно все путаю. О, супер. Я делаю все быстро, чтобы уложиться там определенное время. И вот сюда вот я так подозреваю, смотрите, установка вот этой вот палочки, выручалочки. Видно, да? Вот, что у нас получилось. Супер. вот курочек. Класс, да? Это просто у 가, да? д island, �? 低, ち, ти Te, 타, gears, harmed?